алло добрый день анжела это алексей мы сегодня с вами общались добрый день да алексей здравствуйте да вам сейчас удобно говорить да могу замечательно анжела на чем мы с вами остановились ну вы мне позвонили когда за рулем ехала днем насколько я помню и поэтому я особо не могла говорить и предложила вам перезвонить вечером вот так хорошо это же вы мне звонили правильно когда я сегодня позвонил в 9 правильно вечера оставляли в этом мы с вами общались скажите что вам стало интересным нашей компании нашей сфере ну я увидела рекламу вчера там мужчина с вертолетом как он круто зарабатывает я зарегистрировалась хотела посмотреть что там дальше посмотреть на сайт а меня уже не пускала туда на сайт я собственно ничего не увидела толком что что за компания что себя представляет и какие возможности предлагает этого не удалось давайте тогда разбираться вы скажите для себя как больше дополнительный доход ищите либо же хотели бы сменить сферу и углубиться в это я пока даже не готова ответить на этот вопрос я пока не знаю что предлагаете какие возможности что для чего вам конкретно дополнительный заработок на что вам не хватает что вы начали искать дополнительный доход для себя нет я не ищу дополнительный доход не на все хватает я бы хотела в идеале инвестировать свои деньги для того чтобы они приносили еще больше денег элементарно просто согласен с вами деньги зарабатывают деньги анжела скажите а в какой сфере вы работаете ну это имеет какое-то значение если то я работаю в парамедицинской сфере серьезная сфера я вам скажу хорошо давайте тогда я вам расскажу чем мы здесь занимаемся а я сейчас у компьютера просто у меня на сайт сразу мы зайдем с вами параллельно вы мне будете говорить а я на сайт посмотрю на ваши там давайте хорошо анжела скажите ватсап у вас по этому номеру есть у меня есть поэтому номер ватсап да хорошо тогда сейчас я вас добавлю и скину вам платформу да вы меня на самом минуту на почту тогда скиньте потому что мне будет разговаривать с вами удобнее делать это с компьютера на почту хорошая но можете так продиктовать мне адрес я забью я прямую ссылку вам просто сейчас отправлять вы с телефона или с компьютера будет я с компьютера конечно с компьютера я вам отправил алексей туманов там если ссылка то скорее всего уйдет спам а яндекс долго обрабатывает не не она не должна уйти спам она сейчас вам придет но там же ссылку вы мне отправили да ну значит точно уйдет спам потому что ссылки вот впервые отправляющих людей уходят спам пока ничего не пришло да так тогда давайте почту переправим сергеев . акваланг собака яндекс.ру тогда именно по этой почте я вам отправил но я говорю да это долгая история минут пять десять может даже идти прежде чем спам попадет там видимо яндекс обрабатывает да вы мне продиктуйте там сложный какой-то адрес вы не продиктуйте я зайду на сайт так будет быстрее смотрите вам нужно прямая будет на саму нашу платформу да вы мне пока на сайт вы мне пока на сайт меня отправьте на ваш а там на платформу уже письмо дойдет у вас сайт же есть ваша компания есть конечно ну давайте на сайт я же вам его и отправил но я же вам еще раз повторяю что мы можем ждать дышащий пасхи письмо ваша да я могу сейчас по буквам диктовать просто это долго вы мне скажите словами как называется ваш сайт а на компьютере есть ватсап у вас нет на компьютере нет у меня на компьютере ватсапа вы мне скажите сайт ваш ну хорошо давай по буквенно тогда https да двоеточие ну говорите ну да говорите гайк трейд точка на global альянс лтд точка ком глобал альянс в одно слово а ну вот у меня уже подмахнул даже google есть так он сразу меня на платформу отправил а сайт сам есть еще раз повторить у меня открылась сразу платформа график у меня открылся сразу австралийский доллар к канадцу а сам сайта есть сайт именно вашей компании так давайте сайт хорошо глобал альянс точка и о флешеру глобал альянс вместе до . и он так читал на меня глобал альянс точка и он подождите я поняла подождите чего то сколько стоит права создать квест глобал альянс его припаркован бесплатно за счет голда и текло это че то как будто домен уже свободный не проплаченный он продается это точно важный момент но показывают мне открылась страница что домен глобал альянс точка и о припаркован и продается выставлен на продажу вот здесь страница нет быть такого не может так global альянс точка и о а вам сообщение пришло я вам тогда сейчас прям по сообщению и отправлю тоже письма пока нет от вас до сих пор не пришло потому что у меня в отправленных она есть я охотно верю я же еще раз говорю что если письмо суждено суждено попасть спам она задерживается где-то на 5-10 минут после чего попадает спам я уже проходила когда жду 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 отправили а потом не дождались а минут через десять она появляется это нормальная тема это такие частые проблемы ну и не считаю что это проблема видимо там какая-то идет обработка поэтому давайте я тогда сразу тоже скину и сам сайт и по возможности когда он придет вы тогда уже за него зайдете потому что выводите я не знаю что у вас высвечивает ну давайте так я взяла вот global альянс точка и так так флешрум 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 сейчас еще флешрум добавлю флешрум 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 вы ее указали. Сергеев с двумя и, то есть, ну, е. Да, 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 Сергеев.акваланг, да, собака. Акваланг через кей. Да, да, по-простому, то есть не по правилам, не как акваланг написать, а именно по-дурацки, да. А, ну вот пришло ваше письмо, вот-вот пришло ваше письмо. Пришло, все правильно, набрали, но здесь опять же ссылка на трейдер, да, трейд глобал альянса, а вы мне пришли ваше письмо. Сейчас тогда должна будет еще следом прийти ссылка на сам сайт. Да. Попробуйте обновить. Да, опять время надо будет. Также две минуты. Давайте тогда пока что по платформе разберем, подождем как сайт, и вы уже с сайтом с вами там разберетесь, либо надо же будет, что-то подскажу вам. Ну, я думаю, что да. Там и сетка есть, самокомиссионная наша. Да. Хорошо, вы с этой сферой, скажите, ранее связывались? Ну, так, читала, читала, слушала. Самопредставление. Самопредставление есть, я думаю, что плохое представление у меня есть. Так, как вы видите, мы торгуем на всех активах, такие как валюта, товары, акции, индексы, криптовалюты. Ну, я пока не вижу, потому что у меня пока вот график на всю страницу, на весь экран австралийца, доллара, австралийца, канадца. Так, вы с компьютера, правильно открыли? Да, да, да. У вас должно быть справа активы написано. Видите вы, значок доллара такой. Да, вижу. Справа есть панелька? Да, вижу. Так, и там значок доллара, нажимайте на него. Здесь разные валютные пары. А у вас только валютные пары или нет? А, вот я смотрю, что можно выбрать кары. Такие как валютные товары. Вы по всему выбираете, наглядно видите, какой был график. Вижу, да? Сейчас наглядно, в основном наши клиенты, например, на прошлой неделе, заработали до 600 долларов на биткоине. Потому что он в один момент упал до 32, и сейчас Илон Маск выставил пить, что собирается его все-таки поднимать и возвращать. А как есть на самом рынке криптовалюты, что биткоин – это глава всего паровоза, так назовем, всех криптовалют. И он, собственно, за собой всех тянет. То есть это прямая, так сказать, новость, на которой сейчас зарабатывают наши клиенты. А сама суть работы – купли-продажи. Вам знакома? Купли-продажи? Да, я думаю, каждому знакома купли-продажи. Да, купить дешевле, продать дороже. Ну, главное, чтобы не наоборот, да, как часто бывает. Да, главное, чтобы не наоборот не произошло, но даже на падении мы с вами также можем зарабатывать. Вы сейчас в размещении сделки можете увидеть, как купить, так же и продать. То есть если график идет даже вниз, что-то дешевее. Мы просто элементарно… Та же валютная пара, да? Если одна валюта растет, другая падает. То есть мы элементарно покупаем просто другую валюту. Падает. И мы в любом случае выиграем. Мы выигрываем на самом движении рынка. Задача нашей компании – дать вам платформу, чтобы вы, как физическое лицо, смогли торговать на ней. Минимально эффективной суммой для вас. Потому что, как вы понимаете, основными, так сказать, ее участниками есть банки. И у банков совсем другие суммы для выхода. Смотрите. Анжела, вы, скажите, хотели бы сами больше заниматься, либо бы просто нести как пассивный доход от этого? Не поняла ваш вопрос. Что значит… Ну, смотрите. У нас есть система, которую за 6 лет разработали. А те отделы, я делал аналитиков, которые автоматически за вас открывают сделки, закрывают сделки, анализируют этот рынок. В нее вносят поправки наши эксперты. Наши эксперты – это профессиональные трейдеры с опытом работы более 7 лет. Выгодность сделок более 80%. То есть робот видит наглядно скачок самого рынка, да, какого-либо актива. Открывать сделку не приносит небольшую прибыль, но стабильно. Ну, то есть из серии здесь точно можем заработать, здесь и открываем. Это не, так назовем, бухты-барахты, да, когда здесь откроем, как казино. Выиграем, не выиграем. Нет. Здесь все анализируется. Что, какие параметры анализирует робот этот? Робот сам анализирует? Нет, смотрите, так же. Так же по рынку робот тоже сам анализирует. В него вносят поправки наши эксперты. То есть, как вы понимаете, сам рынок напрямую… А что значит, что значит, носят поправки, настраивают под какие-то инструменты адресно? А, смотрите, происходит какое-то новостное событие. Поступает, к примеру, какая-то инсайдерская информация. Что сейчас произойдет скачок на, к примеру, давайте, да, на том же биткоине с вами возьмем. Тот же биткоин. Вам также может поступить звонок, ваш личный эксперт. Это называется сигнал. Он позвонит вам и скажет, Анжела, сейчас произойдет вот такое-то, такое-то. Мы с вами можем заработать на вот этом вот, столько-то вот. Вы для себя решаете, нужно вам это, либо нет. Касательно пассивного дохода, то, что я сказал. Пассивный доход, соответственно, небольшой будет. По нашим клиентам, в среднем, с минимально эффективной суммой выхода на рынок, это 5-15 долларов в день. Он небольшой, да, но он есть и он пассивный. Большинство клиентов это устраивает, то, что они занимаются своими делами, получая просто небольшую сумму денег. Алексей, вы сейчас говорите про торговлю с роботом или торговлю по сигналам, которые у вас... Это сейчас про торговлю с роботом. Так а при чем здесь тогда звонит эксперт и говорит, что там пропаковать какое-то событие? Вот, я же вам говорю, если вы хотите больше узнать про эту эксперу, внедряться в нее, осваивать ее, вы начинаете тогда работать с самим экспертом. То есть, как я уже говорил, у вас есть личные данные нашего эксперта, вы с ним созваниваетесь, он наставляет вас, сопровождает по самому рынку. Вы параллельно обучаетесь, вместе с ним открываете сделки, закрываете, делаете их анализ, почему именно здесь, почему сейчас, почему именно на это. Так же само обучаетесь. Задача нашей компании дать вам стратегию заработка, возможность, взамен, то, что мы с вас берем, это комиссия. То есть, у нас с вами, так скажем, общий финансовый интерес. Нет, я же не думаю, что вам было бы интересно работать с компанией, которая бы несла для вас убытки. Вы бы продолжили с такой компанией работать? Да, ну нет, конечно. Но все это общие слова, а мне конкретика интересует. А вот, конкретика касательно чего? Ну, вот конкретные вопросы про робота задала, а вы мне, вы отошли на экспертов опять. Я с вами начал про робота говорить, мне просвязываться. Как касательно робота, что вас интересует? Так, я вот зашла на ваш сайт, у меня пришла ссылка. Так. Global Alliance.org все-таки, а не ее, вот поэтому у меня сначала сказали неправильно. У вас Global Alliance.org. Да. Так, Global Alliance, чего вы за компания, вы чья компания, откуда вы? Мы международная компания. Ну, понятно, какая страна-то, а в какой стране вы зарегистрированы? В офшоре зарегистрированы. Ну, конкретно, у нас офшорных стран в мире полно, Кипр. Ну, а филиалы у вас в Москве или нет у вас, а вы у меня откуда звоните? Алло. Ну, вам именно офис там интересует. Ну, вы откуда мне, вы лично, вот откуда мне звоните? Смотрите, вам банк Тинькофф знаком, у которого закрыты офисы? Причем здесь банки, вы лично можете мне ответить, откуда вы мне звоните? Я вам на примере говорю, что, да, я звоню с офиса, но офис закрытого типа. Я же вас не спрашиваю, какого типа ваш офис, а спрашиваю, где вы, откуда вы мне звоните? Я сейчас в России звоню. А откуда конкретно? Москва. Ну, вот я вас, правда, и спросила, вы в Москве, у вас офис, да, есть? Вы же просто про филиалы, я так хотел... Ну, значит, это филиал, если это офис, то это филиал, правильно? Алло, Алексей. Да, да. Ну, это же филиал в Москве у вас. Так, я вот смотрю контакты, и здесь написано не про Кипр, а написано про Сент-Лусью, Гросс-Айленд. Так, Кипр или Сент-Лусья? Вы мне сказали, что вы в Кипре, а здесь написано Сент-Лусья. Сент-Лусья. Ну, вот про Кипр ничего не вижу, вижу про Сент-Лусью. И телефон с кодом Москвы, да, все-таки у вас офис в Москве, поэтому телефон московский, правильно? Так. А что вы говорите про Кипр, если Сент-Лусья, вот здесь вот у вас все, вот везде Сент-Лусья, контакты? Потому что в Кипре тоже находятся. Ну, вот про Кипр здесь я ничего не вижу, я вижу только здесь про Сент-Лусью. Зарегистрированы-то где, на Кипре или на Сент-Лусью? Нет, на Сент-Лусью, Гросс-Ислы, все верно. Ну, а вы говорите мне сначала, что в Кипре зарегистрированы. Видите, офис 2. Нет, не вижу пока про офис 2 ничего. Вот все контакты. Да, где? Вот, где все инклюзии, написано, что офис 2. Ну, про первый-то ничего не написано, может, офис 2 это номер офиса в задании. Я вот, где работаю, у меня вообще номер офиса 23. Это не значит, что у нас 23 офиса, это просто номер офиса, который мы снимаем, как комната, кабинет, 23. Поэтому я здесь вот читаю так, что это номер офиса просто 2. Так, ладно, понятно, что ничего пока не понятно. Ну, и дальше что делаем? Так, что у вас дальше, какие вопросы будут? Ну, вот вопрос, у меня сразу же вопрос большой возник. Вы говорите про Кипр, написано про Сан-Лусью. Я же не спрашиваю, где у вас, я спрашиваю, где у вас зарегистрирована компания. Вопрос понятен? Где зарегистрирована компания? Где зарегистрирована? Да. А вы сказали мне про Кипр. Я поэтому и уточняю, где зарегистрирована. Все, вопрос снят. В Москве у вас есть офис. А где у вас в Москве офис? Где ваш офис в Москве находится? Смотрите, на сайте, спуститесь, в самый низ. Там четкий юридический адрес есть. Юридический адрес это то, что говорите Сан-Лусью и Гросс-Айленд? Да. Ну, а я спрашиваю про Москву. В Москве вы где находитесь? А где конкретно находится наш офис в Москве? Ну, в чем ты спрашиваете-то? Я именно так спросила, причем спрашиваю уже пять раз. Где находится ваш офис? А зачем вам наш закрытый офис в Москве? Ну, зачем? Это уже второй вопрос. Я спросила у вас, где ваш офис находится. Это тайна какая-то? Нет, я вам звоню из московского офиса. Я вас и спрашиваю, где конкретно адрес нахождения вашего офиса в Москве. Я задаю какой-то сложный вопрос, Алексей, ну, чего вы тупите-то? А где, зачем вам адрес нашего закрытого офиса? Я уже ответила на этот вопрос. Это моя проблема. Зачем? Я не обязана вам отвечать на этот вопрос. Если у вас есть офис, вы... Пресненская набережная 12. Дальше. Какой именно из корпусов Пресненская набережная 12 находится? Башня Федерации. Вам подсказывают, что ли, там? Вы забыли, как находится, где находится ваш офис? Ну, пусть подскажет, какой этаж. Подсказывает. Ну, я слышу у вас там бэк-вокал. Нет, я сейчас в недоумении немного, Анжела. Вы сейчас... Вы знаете, по факту, где находится? Зачем он вам? Ну, это уже второй вопрос. Зачем? Если я имею дело с компанией, то я должна знать о компании. Информацию. Так же нет. Вы к нам не придете. Это уже второй вопрос. Это тоже какая-то странность. Но я сейчас не собираюсь к вам в офис идти, потому что я не в Москве нахожусь. Анжела, я вам звоню с предложением торговать на самой бирже. Да я все понимаю, но вы звоните мне с предложением. Вы звоните мне с предложением от компании. Я должна понимать, что за компания у вас. Это офис закрытого типа. Это офис закрытого типа. То, что вы не сможете сюда попасть, он не открыт. Это не отделение. Ну и что? Это тоже странно. Пожалуйста. Пока разница. Мне ничего не мешает тогда называть какие угодно любые словосочетания. Ну почему? Нет, эта информация должна быть отражена в ваших правоустанавливающих документах. Нет, вы все это видите. Нет, я не вижу. Я вижу только Сен-Луси. Я ничего не вижу про Москву. А что вам нужно? Да я слышу, вы можете уже не повторять. Давайте я через вас буду с тем человеком разговаривать. Он меня хорошо слышит? Кто? Ну, кто вам подсказывает? Кто вам за вас задает вопросы и кого вы дублируете? У вас там суфлёр на проставке? А мы с вами по делу говорим или то, что вам кажется? Мне кажется. Вы что-то придумываете? Ну, почему я придумываю это? Я спрашиваю вас про компанию. Я не могу понять, почему вас нервируют мои вопросы про вашу компанию. Компания есть в открытом доступе. Ну, вот, наверное, нет, потому что... Я позвонил вам поговорить по делу. Да, и я с вами по делу, исключительно по делу разговариваю. Ни одного личного вопроса, заметьте, я вам не задала. А вы почему-то нервничаете. А чего вы нервничаете? Вы можете узнать сами. Ну, где я могу узнать сами, сама и зачем мне? В открытой информации, которая есть у вас. На сайте у нас, который я вам рассказываю. На сайте у вас информация по регистрации в Сен-Лу-Си. И все бы ничего, если бы не сказали, что у вас есть офис в Москве. Значит, вы зарегистрированы и в России тоже. Так если мы международная компания? Да нет такого понятия международная компания. Любая международная компания где-то зарегистрирована. И может быть даже не в одной стране, а там, где имеет свои офисы и филиалы, она тоже подлежит регистрации. Поэтому... Хорошо. Пусть даже так будет. Ну, естественно. Как не пусть так, а так оно и есть. Так и есть. Да. Поэтому вопрос следующий. Если у вас есть офис в Москве, то есть вы зарегистрированы и в России тоже. Правильно ведь? Правильно. Ну. Чего у вас так смущают эти вопросы? Хорошо. А как вы зарегистрированы в России? Какая компания? Название компании. Зарегистрированы в России. Так же мы и зарегистрированы. Такая же компания. Угу. Анжела, я не понимаю суть вопроса. Мы сейчас говорим про сам бизнес и сам заработок? Конечно. Вы спрашиваете про офисы? Естественно. Я же еще раз говорю, я должна знать, с кем иметь дело. Потому что сам бизнес и сам заработок у всех компаний брокерских примерно одинаковые. Вот он мало чем отличается друг от друга. Поэтому здесь важна в первую очередь информация о компании, что из себя представляет компания. Вы со мной согласны? Так. Ну, правильно ведь? Могично? Правильно. Ну. Я с вами согласен. Вот. Поэтому я вас и спрашиваю про вашу компанию. Итак, вы зарегистрированы в России. Где я могу посмотреть документы регистрационные именно российского филиала? Меня сам Лусе мало волнует. Мне волнует ваш филиал в России зарегистрированный. Есть ли у вас сайт именно российского филиала? Есть ли у нас что? Есть ли у вас сайт российского филиала вашей компании? Отдельно сайт российского филиала. Нет, у нас один, единственный сайт. Единственный сайт. Где здесь на этом сайте отображена информация о том, что вы зарегистрированы в России? Анжела, это ваше предположение, что мы были зарегистрированы в России? Нет, я спросила вас. Вы мне ответили, что вы зарегистрированы в России. У нас офис может находиться где угодно. Совершенно верно. Это не противоречит тому, что вы мне сказали раньше. Вы сказали, что у вас офис есть в Москве, и вы зарегистрированы в России. Вы сказали, конечно, зарегистрированы. А потому что я просто начал уже с вами соглашаться. Ну а зачем со мной соглашаться? Я спрашиваю про компанию, а вы мне хотите сказать, что вы даете ложную информацию? Давайте тогда я вам перезвоню, когда вы почитаете, узнаете все. А чего? А тут читать-то одностраничный сайт. Чего тут читать-то? Так вопрос в том, что из себя представляет ваша компания. Вы мне не можете сказать ничего про свою российскую принадлежность. Анжела, мы брокерская компания. Какая российская принадлежность? А что, брокерские компании не могут быть в России? К примеру, как вы сказали, да, есть. Что это? Хорошо, есть. Я не очень понимаю, почему ваши мои вопросы совершенно простые, примитивные, вас так напрягают. Вы на самом деле зарегистрированы в России или нет? Вы можете просто ответить на вопрос. Я же не говорю, что это плохо или хорошо, там, зарегистрированы вы или нет. Но я не ставлю никаких оценок. Если есть офис, значит, должны быть зарегистрированы. Ну, естественно, это логично. Если есть у компании офис, значит, она зарегистрирована в России. Так вот, вы зарегистрированы в России, у вас действительно это офис? Или вы говорите о том, что это закрытый офис? На самом деле, никакого офиса нет. Анжела, офис находится, офис. Как может... Я не знаю, что вам сейчас еще рассказывать. Ну, так расскажите правду. Начните с правды. Есть офис, есть он. В Москве, Москва-Сити, правильно? На Пресненской набережной. Или это неправильно? Или вы мне сказали неправду, и сейчас вы мне скажете правду? Хорошо. Вы зарегистрированы в России, теперь ответьте на этот вопрос. Анжела, я сказал, мы не зарегистрированы, у нас офис находится. Ну, так не бывает. Если офис у компании есть, значит, она зарегистрирована. На каком основании вы тогда снимаете офис? Вы же как юрлицо снимаете офис? Я лично не снимаю офис как юрлицо. Ваша компания. Я про вас лично ничего не спрашиваю. Про вас лично мне мало интересной информации. Я спрашиваю про компанию. Ваша компания снимает офис в Макква-Сити, как кто? Касательно, зарегистрирован здесь офис или нет, это вы уже с экспертом можете обсудить. А при чем есть эксперты? А при чем здесь? Здесь не надо иметь юридическое образование, чтобы знать, где вы зарегистрированы и где вы находитесь. Я вам говорю, где находится офис. Меня спрашиваете, зарегистрированы ли я вам говорю. Да. Офис есть. Офис есть. Меня спрашиваете про регистрацию. Да. Да, зарегистрирован. Хорошо. Я вам сказал уже. Хорошо. Вы зарегистрированы все-таки в России? Я за скрищами тяну, я ничего не могу понять. Ту информацию, которая всегда в открытом доступе, всегда есть. Любой банк заходишь, любой магазин, любое учреждение заходишь, там прям на стене висят все проустанавливающие документы. И, соответственно, место, где зарегистрировано. Почему у вас-то тайна, я не могу понять. Что за тайны Мадридского? Анжела, у вас еще есть вопросы, кроме офисов? Так, а вы и не ответили на эти вопросы мои. Что вас еще интересует про офисы? Про регистрацию, про документы. Да не хочу я к вам прийти, на чертах мне к вам идти. А вы так боитесь, что я к вам приду? Вы так боитесь, что я к вам приду? Я не интересуюсь непосредственно вашим офисом. Я интересуюсь, где вы зарегистрированы, как компания, с кем я имею дело. Сент-Луси, мы зарегистрированы, как компания. Я понимаю про Сент-Луси, я все поняла. Я говорю сейчас про Россию. И говорю, что вы не можете снимать офис как компания, не будучи зарегистрированы в России. Стало быть, я делаю вывод, что в России вы зарегистрированы. Прервите этот ход логической цепочки, если я не права. Хорошо, предположим, да. Да я не хочу ничего. Что значит предположим, мы с вами в игры играем или нет? Вы звоните мне как с предложением, с деловым, и начинайте играть в какие-то игры. Вы вообще серьезная компания? Вы серьезный человек, Алексей? Или, или, да. Так с этого начинается презентация компании вообще-то. Фотографии офисов на сайте приличных компаний даже располагаются на главной странице сайта. А у вас тут так как-то приметененько. Вы касательно, было интересно только из-за того, что где находятся офисы компании, что происходит с компанией? Или сама суть? Ну, про саму суть мы с вами еще поговорим. Сама суть, я еще раз говорю вам, она примерно одинакова у всех брокерских компаний. Про саму суть, если говорить. Мне с вами понятно, понять нужно, кто вы как контрагент. Что вам еще нужно узнать про компанию? Если вы зарегистрированы в России, то ИНН и ОГРН. Что это вам даст? Хорошо. Это даст мне знания. Касательно чего? ИНН и ОГРН. Что дадут вам ИНН и ОГРН? Вы почему мне такие вопросы задаете? Я вас спрашиваю то, что является общедоступной информацией. Вот что вам даст, это нехороший признак такой вопрос. Анжела, мне кажется, если я сейчас пойду к начальству и залезу к нему в сейф, заберу документы, то... Не нужно. Вы можете открыть свой компьютер, если он не открыт, а он, скорее всего, у вас включен. И взять ли будет документ оттуда, который есть. И внизу там должны быть все реквизиты вашей компании, в том числе и ННО, ОГРН, я вам подсказываю где-то взять. Так, продолжим. Это, во-первых. А во-вторых, это не в сейфе, а копии всех этих документов, сканы этих, или там, при принтером отпечатанные копии, висят у вас на стене где-нибудь справа, слева, повертите головой, посмотрите, они там должны быть. Анжела, вы, скажите, пришли к нам, интересовались касательно чего? Да, я интересовалась касательно заработка и перспектив, и что вы из себя представляете как компания. Ну, вы, собственно, ответили на все мои вопросы, вы украинская мошенническая компания, которая занимается разводом клиентов, и никакого отношения к инвестициям и брокерским услугам не имеете, вот и все. А с чего такие выводы, скажите? То есть, из того, что вы мне сказали, вы же не подготовились совершенно к вопросу, вы не придумали ничего, что было бы более-менее похожим на правду. А что мне нужно было придумывать? Ну, я не знаю, я думаю, что ничего, я думаю, что вам пора валить с этой работы подальше, пока вас лицом в пол не положили СБУшники. Анжела, мне кажется, что вы не по делу общаетесь. Ну, как не по делу? Не по делу, конечно, но не пообщем. А что, я принимаю вашу компанию как за лоховозку украинского пошиба, потому что ничем другим, никакую другую информацию вы мне не дали. Особенно умиляет вот эти офисы закрытого типа. Я в Сбербанк главный офис дохожу, спинка двери открываю, а у вас какой-то там лоховозки закрытого типа офис. Ну, смешно же, правда? Анжела, мы с вами по делу будем общаться или вы будете своим предположением? Ну, да, я с вами по делу общалась. А вы же со мной не хотите по делу общаться, я вам задаю вполне деловые вопросы. Вы сейчас по делу начали нас обвинять, что мы другая компания. Ну, попробуйте объяснить мне, доказать, что это не так. Давайте ваш ход. Докажите мне, что это не так. Еще раз, Анжела. У вас, я вам даю, я вам даю шанс доказать, что это не так. Вы мне можете по WhatsApp отправить свою геолокацию. Я увижу, что вы находитесь по геолокации в Москве, в районе Башни Федерации. Я перед вами извинюсь и сменю тон. Я выводил по делу, а не касательно того, чтобы вам доказывать что-то здесь. Ну, я тоже по делу с вами разговариваю. А как я могу по делу разговаривать с украинской лоховозкой, с хохлами, с украинской лоховозкой? Расскажите мне, как я могу по делу разговаривать. Оставайтесь тогда за свои деньги. Ну, а вы мордой в полную ночь. Продолжение следует...